всем привет продолжаем ознакомливаться с книгой фредерика брукса мифический человека месяц ну и сегодня на глава 9 называется два в одном ну и в начале главы такая цитата автору следует присмотреться к ною и поучиться на примере ковчега как в очень маленькое пространство втиснуть очень много сидней смит эдинбургская ревю итак поехали размер программы как стоимость какова стоимость программы если не считать времени выполнения то память занимаемая программой составляет главные издержки это верно даже для собственных разработок когда пользователь платит автору существенно меньше чем стоит разработка возьмем интерактивную систему IBM APL плата за ней и за ее использование составляет 400 долларов в месяц при работе она требует не меньше 160 килобайт памяти у машины model 165 ежемесячная аренда 1 килобайта памяти стоит около 12 долларов если пользоваться программой круто круглосуточна то месячная плата составит 400 долларов за пользование программой и humidged verg詳ijk 具 об Lizzie г 보통 его Linus что в машине имеющей 2 мегабайта памяти под операционную систему может быть отведено 400 килобайт. Это столь же глупо, как ругать Boeing 747 за то, что он стоит 27 миллионов долларов. Надо также спросить, а что она делает? Какую собственно простоту в использовании и производительность получаешь за потраченные деньги? Нельзя ли вложенные в аренду памяти 4800 долларов в месяц израсходовать с большей пользой на другие аппаратные средства, программистов и прикладные программы? Проектировщик системы отводит часть всех аппаратных ресурсов программам, резидентно находящимся в памяти, если считает, что пользователю это нужнее, чем сумматоры, диски и т.д. Нельзя критиковать программную систему за размер как таковой и в то же время последовательно пропагандировать тесную интеграцию проектирования аппаратного и программного обеспечения. Поскольку размер определяет значительную долю того, во что обходится пользователю системный программный продукт, изготовитель должен планировать размер, контролировать его и разрабатывать технологии, уменьшающие размер, подобно тому, как изготовитель аппаратной части планирует количество деталей, контролирует его и разрабатывает методы сокращения количества деталей. Как и для всякой цены, плох не большой размер как таковой, а размер невызываемой необходимостью. Управление размером Для менеджера проекта управление размером является отчасти технической, отчасти административной задачи. Чтобы устанавливать размеры предполагаемых систем, необходимо изучать пользователей и используемые ими приложения. Затем системы должны разлагаться на компоненты, для которых определяются проектные размеры. Поскольку варьировать соотношением скорости и размера можно лишь достаточно большими скачками, планирование размера является непростым делом, требующим знания возможных компромиссов для каждой части. Опытный менеджер сделает себе также заначку, которую можно будет использовать в процессе работы. Все же, при работе над ОС-360, пришлось извлечь несколько горьких уроков, несмотря на то, что все описанные меры были приняты. Прежде всего, недостаточно установить размер памяти. Нужно взвесить размер со всех сторон. Большинство прежних операционных систем размещалось на магнитных лентах. И большое время поиска на ленте не располагало к частой загрузке программных сегментов. ОС-360 располагалось на диске. Как и ее непосредственные предшественники, операционная система Stretch и дисковая операционная система 1410-7010. Ее создатели получили свободу легкого обращения к диску. Первоначально это обернулось катастрофой для производительности. При определении размеров памяти компонентов мы не установили одновременно бюджетов доступа. Как и следовало ожидать, программист, выходивший за рамки определенной ему памяти, разбивал программу на оверлей. В результате и суммарный размер увеличивался, и выполнение замедлялось. Хуже то, что наша система административного контроля не смогла это обнаружить. Каждый программист сообщал, сколько памяти он использовал. И так как он укладывался в задание, никто не беспокоился. К счастью, вскоре настал день, когда заработала система моделирования технических характеристик OS 360. Первые результаты показали наличие серьезных проблем. Моделирование компиляции с Fortran N на машине Model 65 с барабанами дало результат 5 операторов в минуту. Анализ показал, что все модули управляющей программы делали множество обращений к диску. Даже интенсивно используемые модули супервизора часто обращались к диску. И результат по звуку весьма напоминал шелест перелестываемой книги. Первая мораль ясна. Планировать нужно как размер резидентной части, так и общий размер. Помимо планирования этих размеров, нужно планировать и количество обращений к диску для обратной записи. Второй урок был аналогичен. Ресурсы памяти устанавливались прежде, чем для каждого модуля было определено точное распределение памяти для функций. В результате каждый программист, не укладывавшийся в размеры, искал, что из его кода можно выкинуть через забор в память к соседу. Поэтому буфера управляющей программы стали частью памяти пользователя. Что хуже, так же поступали все управляющие блоки. И в результате были полностью скомпрометированы безопасность и защита системы. Поэтому второй вывод тоже ясен. При задании размера модуля нужно точно определить, что он должен делать. И третий, более серьезный урок, который нужно извлечь из этого опыта. Проект был слишком велик. А общения между менеджерами недостаточными. Чтобы многочисленные участники могли почувствовать себя добывающими зачетные очки для команды, а не создателями программных продуктов. Каждый оптимизировал свой личный участок, чтобы решить поставленные задачи. И мало кто задумывался над тем, как это отразится на заказчике. Потеря ориентации и связи представляют собой главную опасность для больших проектов. В течение всей разработки системные архитекторы должны поддерживать постоянную бдительность для обеспечения постоянной целостности системы. Однако, такая стратегия зависит от позиций самих разработчиков. Едва ли не главнейшей функцией менеджера программного проекта должно быть воспитание позиций заботы об общей системе. Системе ориентировки на пользователя. Технологии сбережения памяти Никакое распределение ресурса памяти и контроль не сделают программу маленькой. Для этого требуется изобретательность и мастерство. Очевидно, что чем больше функций, тем больше требуется памяти при том же быстродействии. Поэтому, первой областью, где нужно приложить мастерство, является нахождение компромисса между функциональностью и размером. Здесь мы сразу сталкиваемся с важной стратегической проблемой. В какой мере этот выбор можно предоставить пользователю? Можно разработать программу со многими факультативными функциями, каждая из которых требует памяти. Можно сконструировать генератор, просматривающий список опций и соответствующим образом адаптирующим программу. Но цельная программа, соответствующая каждому отдельному списку опций, заняла бы меньше памяти. Это как в автомобиле. Есть подсветка карты, прикуриватель и часы входят в прейскурант. Если подсветка карты, прикуриватель и часы входят в прейскурант, как единая статья, их стоимость окажется ниже, чем если порознь выбирать каждый из предметов. Поэтому проектировщику следует определить степень детализации опций пользователя. Если система проектируется для работы с памятью разного объема, возникает другой важный вопрос. Диапазон приспособляемости нельзя сделать произвольно широким, даже при разбиении программы на очень мелкие модули. В маленькой системе большинство модулей перегружается. Значительная часть резидентной памяти маленькой системы должна быть отведена для временной или статичной памяти, в которую загружаются другие части. Ее размер ограничивает размер каждого модуля. А разбиение функций на мелкие модули влечет потери и производительности, и памяти. Поэтому в большой системе, где временная память в 20 раз больше, она лишь позволяет уменьшить количество обращений. Из-за маленьких размеров модулей система все-таки теряет в скорости и расходовании памяти. По этой причине эффективность системы, которую можно построить из модулей маленькой системы, ограничена. Второй областью приложения мастерства является нахождение компромисса между памятью и быстродействием. Для отдельной функции увеличение памяти влечет за собой рост быстродействия, что справедливо в удивительно широком диапазоне величин. Этот факт делает возможным установление ресурсов памяти. Чтобы облегчить своей команде поиск правильного соотношения между памятью и производительностью, менеджер может сделать две вещи. Во-первых, организовать обучение технике программирования, а не просто полагаться на природный ум и предшествующий опыт. Это особенно важно, если машина или язык новый. Особенности их эффективного использования нужно быстро изучить и сделать общим достоянием. Возможно, присуждая особые призы за освоение новой техники. Во-вторых, нужно понять, что у программирования есть технология и компоненты. Нужно собирать из готовых частей. В каждом проекте должен иметься набор хороших процедур или макросов для обработки очередей поиска, хеширования и сортировки. Причем не менее, чем в двух вариантах. Одном быстром, другом экономящим память. Разработка такой технологии является важной задачей реализации, которую можно решать параллельно с разработкой системной архитектуры. Представление – это суть программирования. За мастерством стоит изобретательность, благодаря которой появляются экономичные и быстрые программы. Почти всегда это является результатом стратегического прорыва, а не тактического умения. Иногда таким стратегическим прорывом является новый алгоритм, как, например, быстрое преобразование Фурье, предложенное Кули и Тьюки, или замена n в квадрате сравнений на n логарифм n при сортировке. Гораздо чаще стратегический прорыв происходит в результате измененного представления данных или таблиц. Здесь заключена сердцевина программы. Покажите мне блок схемы, не показывая таблиц, и я останусь в заблуждении. Покажите мне ваши таблицы и блок схемы. Скорее всего, не понадобятся. Они будут очевидны. Примеры мощи, которые обладает представление, легко умножить. Я вспоминаю одного молодого человека, занимавшегося созданием усовершенствованного консольного интерпретатора для IBM 650. Ему удалось вместить его в поразительно малое пространство благодаря разработке интерпретатора для интерпретатора и пониманию того, что взаимодействие человека с машиной происходит медленно и редко, а память дорога. Элегантный маленький компилятор с Fortran фирмы Digitec использует особое, очень плотное представление кода самого компилятора, благодаря чему не требуется внешней памяти. Время, которое тратится на распаковку кода, десятикратно окупается за счет отсутствия ввода-вывода. Программист, ломающий голову по поводу нехватки памяти, часто поступит лучше всего, оставив в покое свой код, вернувшись назад и хорошенько просмотрев на свои данные. Представление – это суть программирования. Ну а на сегодня все, глава 9 закончилась, поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!